По популярности телеканала Франции МСИС показали то, о чём ранее ходило множество слухов. Со скрытой камерой они попали внутрь подпольных ресторанов, где, вопреки всем карантинным ограничениям, ежедневно люди приходят обедать и ужинать. Пускают только по паролю. У нас нет масок. Люди, которые сюда приходят, снимают маску, как только переступают порог. Ковида здесь больше не существует. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя расслаблено. К тому же это частный клуб. Мы хотим, чтобы посетителям было комфортно. Как дома. Меню от 160 до 490 евро с человека. Разные сорта икры, шампанское, омары. За плитой именитые шеф-повара, которые работают в основном со звёздами. Их поведение взбесило остальных коллег, в том числе и обладателей звёзд Мишлен, вынужденных сидеть без работы из-за ограничений. Прискорбно и глупо. Откровенно говоря, какой имидж это создаёт нам, рестораторам. Мы месяцами боролись за получение помощи. Сегодня мы делаем всё, чтобы обеспечить быстрое возобновление работы. А горстка людей очерняет нашу профессию, и это ненормально. Это ужасно. Я очень зол. Одно из таких подпольных мест пользователи соцсети опознали быстро. Творец Вивьен. Роскошное здание, расположенное во втором округе Парижа. Собственность коллекционера-антиквариата – яростного бонапартиста Пьера Жанна Шалансона. Ужин на 40 человек. 220 евро за вход. Гости обнимаются и приветствуют друг друга поцелуями. Среди приглашённых 10 марта, судя по фото, и журналист главного информационного канала Франции БФМ-ТВ. Ранее репортеров и владельцы этого СМИ уже обвиняли в посещении нелегальных ресторанов в разгар карантина. Но они всё отрицали. Организатор вечера объяснил своё поведение так. Я ужинал на этой неделе в двух-трёх ресторанах, которые, можно сказать, являются подпольными. В числе гостей были и министры, поэтому мне даже немного смешно. Голос изменён, но его быстро узнали. Владелец дворца Шалансон сначала всё отрицал, потом признал, что голос — его. А вот про министров — это он просто пошутил. Да так что внутри правительства уже разорвалась информационная бомба. Одни стали заранее оправдываться, другие требуют имена нарушителей. Делом занялось МВД. Вследствие репортажа М6 я обратился к префекту полиции Парижа с просьбой проверить на достоверность представленные факты. Если они подтвердятся, то придётся подать в суд на организаторов и участников этих нелегальных ужинов. Вкусно поесть — это неотъемлемая часть французской культуры. Сделать это вне дома нельзя с октября. Обычных людей, страдающих от таких ограничений, ситуация возмутила. Страна снова закрыта. В реанимациях больше 5400 человек. С вакцинацией проблемы. В Кале закрыли прививочные центры. На этот раз нет желающих. Здесь осталось 600 неиспользованных доз препарата, потому что никто не пришёл на вакцинацию. В Германии вакцинировался министр здравоохранения Йенс Шпан и призвал всех следовать его примеру. А заодно не исключил, что у привитых со временем появятся привилегии для путешествий и походов в магазин. К концу мая 20% немцев будут вакцинированы. Во втором квартале этот показатель будет расти. На Майорке выявили немецкого врача, который за 80 евро выдавал всем подряд справки об отрицательном ПЦР-тесте на ковид. Они нужны туристам для возвращения в Германию. В Италии в третий день пасхального карантина усилен полицейский контроль. Вся страна в красной зоне. На 60 миллионов человек здесь фиксируют больше 20 тысяч заражений в сутки. В Польше 32 тысячи на 38 миллионов человек. В лидерах по-прежнему Франция. Больше 65 тысяч новых случаев на 67 миллионов жителей.